доброе утро доброе утро кто меня слышит на моих ровно я смотрю на второй день уже доползли не все да к своим целям вчера побежали да сегодня никак не доползут что с чего хотелось бы начать ну первое все ли вчера сдали домашнее задание так по моему из тех кто здесь присутствует почти все все но не все так кто не сдал цели вчера тишина оба на и максимка вылетел отлично я смотрю на все больше и больше скажем хорошо значит первое чего хотелось бы начать вы знаете вчера вечером сбросили статистику ну если честно она меня шокирует если честно ваша статистика она просто шокирует как вы думаете вот я не буду назвать не имен ничего это сейчас дает статистику он пишет 5 или 10 звонков в день какому доходу должно это вообще в принципе соответствовать пять-десять звонков в день давайте давайте вместе будем думать если человек в день делает пять-десять звонков но если он шибко авторитетный такой то при этом раскладе может произойти пять встреч может это если человек прям супер авторитет да противном случае сейчас делать пять либо десять звонков какой должен быть результат ноль и знаете что удивительно при всем при этом у людей идут включение меня это вообще удивляет конечно с одной стороны меня это радует с другой стороны я прекрасно понимаю что это просто это просто случайный ну скажем такой сумма вылетела одноразовый эффект то есть это случайность понимаете это незакономерность и с одной стороны человек ну я же делаю действие вот пожалуйста вот результат включение то есть но важно то запустить что посмотрите допустим есть гора да и сначала если вы слепите комок и вы запустите вниз горы сначала будет маленький а дальше если он покатился этот комок по горе что вы увидите внизу половина потом пойдет да этот комочек он будет катиться катиться он будет нарастать 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 и потом пойдет лавина но если человек делает 5-10 звонков в день вообще реально ли чтобы какой-то чтобы хотя бы покатился этот Это реально? Нет, это будет просто случайность. Первый момент. Второй момент. Не делайте ничего в бизнесе. Вернее, когда вы что-то делаете в бизнесе, всегда посмотрите на то, как человек вас будет дублицировать. Вот смотрите, если вы... Вообще у нас так все устроено, что человек, он делает чуть-чуть меньше, чем ты. Вот на немножко меньше, но чем ты. Редко бывает, когда человек, если ты найдешь такого уже активного, он ни на кого не смотрит, он врет как танк. Но это редкий случай. Но как правило, если вы посмотрите, у нас люди, во-первых, обращаются к каким людям, которые по его критериям и рамкам чуть-чуть слабее, потому что я крутой, я тогда могу ему предложить. А к людям более высокого социального уровня тоже боятся люди подходить. Так или нет? Значит, первый момент. Ребят, ну не работает 10 звонков денег. Поймите вы это. Вам необходимо... Любой человек в сетевом маркетинге, он проходит критическую массу. Если вам говорят... Например, человек, вот видишь, он сбегал в одну компанию, в другую, в третью, он там не получил, там не там. Знаете, в чем прикол? Он просто не прошел критическую массу. Поэтому у него не получилось ни в одной компании. Он там начал, бросил, он там начал, бросил, он там начал, бросил. В результате ты видишь человека, который ходит и опять работает по нами. В результате вот этих действий. Почему? Потому что необходимо вот эту критическую массу пройти. Как ее пройти? Сделать много за короткий промежуток времени. Есть такое понятие, как карма. Видели людей, которые, например, вот человек упирается по жизни, вот он просто бьется долбом, он прется вперед. Ну вот, как в песне, крокодил не лоится, не растет кокос. Видели? Вроде и человек хороший, позитивный. А вот не идет у него. Смысл в том, что, в зависимости от того, какая еще у человека, то есть что ему какое добро осталось, вернее досталось от тех, от своих предков, да, и плюс какое добро он еще наработал сам. И вот здесь вот, вот в этот момент, когда вы делаете звонки, фактически вы отрабатываете свою карму. Почему? Вам говорят нет, ваша задача в этот момент нет поменять на да. То есть внутри отношений порадоваться нет, да, и сменить его на да. В этот момент ты отрабатываешь карму. То есть чем больше ты сделал звонков, тем быстрее ты отработал. А потом, вы знаете, наступает однажды момент, вот как говорят, да, к чему не прикоснется золото. Слышали такое выражение? Вот у него вот к чему не прикоснется, все растет, расцветает, пышет. То есть это всего-навсего. Человек отработал карму, и у него вот это вот все прет, изобилие прет с разных сторон. Но за вас это никто не сделает. И при вот этой статистике, конечно, это классно. Я поздравляю тех, у кого вчера уже были первые включения. Это очень хорошо, да. Ребята, но чтобы запустить большой бизнес, если вы видите, сегодня людей на оцене 35 тысяч, да, долларов, евро вернее. Кто из вас вообще настроен выйти на такой доход? Я вам сейчас открою маленький секрет. Есть такие? Вы знаете, чтобы это получить, в кавычках, надо сойти с ума, в кавычках. То есть просто, это когда ты ставишь себе вот эту цель, и ты себе говоришь, что через 3 месяца или через полгода будет такой доход. И ты начинаешь общаться с утра до вечера, со всеми подряд, неважно где, неважно в транспорте, неважно в дороге, неважно по телефону, неважно вообще везде. Вот в этом случае вы видите человека, у которого вот такой доход. Он просто сделал очень много действий за короткое время. И ваши вот эти вот 10 звонков, знаете, у меня есть однокурсница одна, Елена, я сейчас, правда, давно, мы с ней не виделись, я даже не знаю, где она, в соцсетях ее не нашла. Но в свое время она из Тольятти уехала на заработки в Питер. И представьте, вот у нее была задача, она устроилась в агентстве недвижимости, и задача была каждый день обзванивать людей по телефону, это она по найму работала, и продать квартиру через телефон. Можете себе представить? То есть с вечера им давали вот такой каталог с новыми квартирами, которые есть на завтрашний день, так? Потом вот этот вот каталог они должны были выучить. На следующий день с утра, на следующий день с утра они сдавали домашнее задание, говорили, где какие расценки, метраж, прочий, какой район. То есть просто их гоняли, да, это за час до начала работы. А потом с утра до вечера они сидели на телефоне. С утра до вечера. План там был чуть сумасшедший, 150, что ли, звонков в день. И они просто вот сидели, вот как на обзвоне. Звонят вам, да, на телефон периодически, предлагают услуги. Просто сидит девочка по найму, да, предлагает услуги. Как вы думаете, сколько она получала в Питере за вот эту работу? Какие у вас предположения и догадки? Так, наверное, меня либо плохо слышно, либо как-то... Сейчас посмотрю, что тут со звуком. Я тут звук маленько убавляла. А, ну да. Давайте погромче сделаю. Так, наверное, лучше слышать. Так, ну да, правильно написали. Ребята, 50 тысяч в месяц она имела доход. Смотрите, человек делал, представьте просто, человек делал 150 звонков в день по найму. Ему надо было заключить сделку по телефону. Потом уже туда выезжал курьер, сделку оформлял. Только в результате этого она получала комиссионное. Вопрос. Когда ты сдаешь статистику 5-10 звонков, скажите вообще, сколько это должно стоить на рынке? Как вы думаете? Сколько бы вам вообще держали бы вас на работе? А здесь в бизнесе вы сами себе платите. Понимаете? Я сейчас это говорю. Ни в коем разе не для того, чтобы вы там начали заниматься самоедством, кто-то себя ругать. Нет. Ребята, важно понимать такую вещь. Есть такой, вот видишь людей, да, мечтатели, я их назову, мечтатели в сетевом маркетинге. Задаешь вопрос, а что ты хочешь? Он говорит, я хочу 5-10 тысяч долларов в месяц, 20. А смотришь, что он делает, а он ничего не делает. Знаете, у таких мечтателей полно-полно. И действия, они будут определять то, что вы будете иметь на сегодняшний день. Поэтому давайте мы договоримся. Но здесь есть ребята, которые, в принципе, вот основная масса из вас, скажем, да, вас не так много, делают там 30-40 звонков. Первое. Взяли планку. А кто сделал, кстати, вчера плюс 1? Есть такие? На 1 больше, чем запланировал? Ну или на 2, на 3 больше? Есть такие? Кто сделал на 1 больше, чем запланировал? Или нет? Или ровно по плану? Или не доделали? На 17. Ага. Больше. 20. Смотрите, Наташ, вот теперь, вот вы сделали вчера, по-моему, 47, да? Что вы почувствовали в результате всех этих действий? Вот вечером, да? 47 сделали, насколько я понимаю, отключений нет. Ваша реакция? Вечером еще 4, итого 51. Ваша реакция? Расстроились? Огорчились? Печали? Смотри, задача тех, кто только начинает до тех пор, если ты печалишься, да, по этому поводу и огорчаешься, что будет тебе подкидывать жизнь? То же самое, да? На что ты обращаешь внимание? Так, не получил. Нарушение ожидания не получил задуманного, расстроился, огорчился. Жизнь будет подкидывать то же самое. Первое, смотри, задача твоя и тех, кто только начинает. Кого еще коробит, слова нет. Есть такие, я знаю. Просто начиная с сегодняшнего дня, твоя задача собрать за ближайшие 2-3 дня нет. 100 нет за 2 дня. Потому что если ты написал, вчера сделала 51, сегодня, значит, меньше этой планки ты не опускаешься. То есть твоя задача выдержать этот план, вот ты его себе вчера сделала. Задача его выполнить до конца марафона, не опускаться ниже. И твоя задача собрать 100 нет. То есть когда ты собираешь нет, во-первых, ты на этом концентрируешься, слышишь? Я серьезно говорю. Надо с собой договориться, не ждать, да. А твоя задача собрать нет. И радоваться. То есть нет, получилось супер. Так, следующий. Нет, получилось еще. Класс. Уже второй нет. И радоваться искренне. И тогда ты посмотришь, как у тебя поменяться может результат. Но не ждем. Да, вообще не ждем. Ты собираешь чисто нет. Это касается всех, кого нет слова, еще коробит. Потому что я знаю, что есть люди, которым уже, в принципе, по барабану, да, Данин, следующий. Так, значит, это немножко не та, конечно, тема, о которой я хотела сегодня с вами поговорить. Так, по поводу цели. Цели все написали? Не все. Максим сегодня даст дать срочно цель на группу. Потому что ты зашел на марафон не один. Ясно, да? Сегодня же. Так, следующий момент. Цель повесили себе на видное место? Какой YouTube-ролик? У меня нет его. Подожди. А где ты его взял? У меня нет YouTube-ролика, Максим. Попробуй перезайди. Все выключено. Так. Ребят, скажите мне, повесили себе цели на видное место? Давайте побыстрее. Да, нет. Сегодня какие-то все варененькие, я смотрю. Вчера тут. Блокнот. Так. Остальные. А у меня ежедневники. Нет. Давайте договоримся. Ежедневник это хорошо, да? Повесьте, чтобы это у вас было видно. Чтобы это у вас было видно. На видное место. Например, вот я знаю, Люда, много времени проводишь за рулем. Но у тебя же есть вот над тобой вот эта вот откидывается штучка в машине. Приляпай туда, села, посмотрела, вспомнила. То есть то, где ты бываешь чаще всего, да? То есть сегодня вы свои цели, ну, оформляете красиво на листочек и вешаете, где вы чаще всего бываете. Потому что блокнот хорошо, важно, чтобы вот в том месте, где вы находитесь в течение дня, много, да, в квартире, чтобы у вас они просто взгляд раз промелькнул, сразу раз подсознание сработало. Вот называется просто подсознание заставит на себя работать. Так, с этим договорились. Марина, у вас второе предупреждение, третье – это уже все. Настройте свой интернет, чтобы вы были вовремя. И после баракона обязательно свяжись со мной. Так, значит, и сейчас мы поговорим уже о следующей нашей теме, которая должна быть по плану. Так, сейчас я вот это открою.